Всем привет, это Купцов Гараж и новый выпуск шоу Журналы. Сегодня что у нас? Сегодня, короче, уникальный выпуск, специальный выпуск. 99-й год? Да, опять 99-й год, потому что журнал завалился, завалялся. Я его сегодня нашел, он показал мне, что его нужно снять. Тут у нас уникальный выход «Надежда» и «Шевроле Нивы». Ну, еще «Вазу-1.23», еще не «Шевроле Нивы». Как будто они запускали несколько моделей, пытались запустить, они запустили, а потом пришла «Шевроле Нивы». Это июль 99-го года. Но прежде чем мы начнем, важное объявление. У нас прошлый выпуск потерялся, он был очень-очень-очень скучный. В смысле? Он удалился сам. Сам, короче, удалился, но там весь выпуск был скучный, а в конце было весело. Да, поэтому мы решили пересняться. Но мы переснимаем вообще другой журнал, потому что тот журнал что? Правильно, улетел в мусорку. Но подписывайтесь на телеграм-канал, там вот фоточки, видосики, там все. Приступаем к этому выпуску. Заваривайте чай, кофе, еду греть, картошку чистить и смотрим. И опять копнем историю. Копнем историю. Сколько это? Пять лет назад? Ну, прежде чем мы начнем, я скажу, что я когда-то мечтал. Да я бы надежду купил бы. Мне все нравится, но вопрос один. Что ты ее купишь, а надо ее пересвапывать, переделывать. Что ты купишь? А купил, по сути, не его. Да. А как бы это и плохое. Потому что тогда нужно будет из нее убирать полный привод. Как она круто здесь выглядит, смотри, все зазоры. Нет, да вообще она красивая, крутой кузов. Это же первая, потом рез десяточная. Не то уже, не то уже. Вот это самое прикольное выглядит. Маски фар, как будто Моретто. Были такие фары редкие для всяких машин. Ну, тут у нас все. Тут у нас то. Двигатор. Да, тут можно пролистать начало, иначе тут бесконечно. Свинкс, клоун. Ну, тут всякие новости. Можете остановить, почитать, посмотреть. Тут Амузил, что-то еще. Амузил, камера. Ну, Амузил. Тут что-то чуваки меряют, какие-то станционные. Алло, это автосервис, можете машинку поглядеть. Сергей Канунников. Да, да, да. Это да, 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 который сейчас старье все обозревает. В котором он говорит, что с 23-м. Офигенная четкость. Руля в Porsche не такая. А в 24-ке не четко. Да, в 24-ке что-то плохо. Направлений тоже нет. Ну, вот у нас начинается. Есть немного надежды. Ну, почитаем. Ну, это, кстати, блин, статья прям так очень-очень так. Да, да. Почитаем, называется верно. В этом году ОПП ВАЗа намечает собрать 500 полноприводных минивэнов на одежду 21-20. Ориентировочная стоимость 7 тысяч долларов. Ну, мы считали тогда... Ну, в 1999 год там нормально. Это еще нормальная цена. Да, ну, не нормально. Нормально. Хотя, Волга, по-моему, десятку стоила. Но это уже, по-моему, начало 2000-х. Ну, ладно. По российским меркам, соединенных моделей идет ныне с небывалой активностью. Короче, набирает силу. Я вообще не ожидал, что в 1999 году она уже такая вся собранная. Ну, то есть, интерьер нормальный. И вот тут, пожалуй, уже две машины каких-то. Число мест 7. Снерженная масса 1400. Да, полная масса 2000. Максимальная скорость 135. Ну, опять двигатель. Вот этот 21-30. А здесь же свой. Здесь же 1,8. Ну, вот 1,8. Но вот они 1,7 и 1,8. Ну, он супер редкий. Его же сейчас все тюнеры очень любят. Что у него коленвал, свой блок. Ну, 84 лошади. Ну, это да. Блин, 1999 год. 135 лошади. А он же карбюраторный, да, по-моему, вообще был? Да. Ну, это, конечно, вот это, да. Коробка передача 5-ступенчатая, раздача как-то 2-х. Ну, то же самое. Главное с гидроусилителем. Руле-выбранник, червяк, ролик с гидроусилителем, да. 16-й коленвал, как отнижающий. Ну, вот они пишут, что им очень понравился, как он на ходу. Ну, я... Вот, на ходу машина понравилась. Ну, я вот сейчас небольшое отступление по поводу на ходу и понравилось. Вот Нива у тебя есть, на которую я езжу. Я вот на ней, когда ездишь один или вдвоем с пассажиром, она тряская, козлит все. А вот недавно я возил всякие шмурдяк, не, возил вот эти альтезные запчасти. Я нагрузил всю Ниву, еду в другой грош, как комфортно. Вот, видимо, вот эта подвеска, вот почему Шевроле Нивы комфортная достаточно. Видимо, на большой вес, опа, комфортная машина сразу, потому что пружины как-то нагружаются. А, машина больше. Да, а Нива-то она сделана, чтобы что? Чтобы во двойниках ездить, правильно? Вот у нас вот... А что, ничего не прочитали? Опытно. Давай прочитаем ничего. Про надежду? Ну, а что? Ну, а что тут прочитаешь? Ну, я не знаю. Что кузов собирали ногами, салон собирали ногами. Ну, да, кузов свой, салон свой, это вот из минусов, наверное. Ну, и потому что это всё ещё ОПП. И всё вот это вот там... То есть, это мы помним истории про Нивы, у которых уголочек двери приварено, другой Нивы был. Здесь, наверное, тоже самое. Ну, да. Я думаю, что здесь всё то же самое, что здесь никаких... Ну, да, здесь тоже оно по качеству всё-таки... Поэтому, когда мы видим... О, на ходу машина понравилась. 1800-кубовый мотор легко трогает её с места. Хотя в салоне 7 человек. Вот что значит солидный, крутящий... Солидный, 135 Ньютонов. Солидный, грудящий момент. Где-то плачет какой-нибудь V8. V6. V6. V6 где-то плачет. Давай уже про... Руль крутой. Про ВАЗ-2123. Так, руль, да, крутой. Видишь, они типа подушка безопасности когда-то могла быть. Планировали всё. Ну, круто же выглядит. Вообще, блин, цвет крутой. Смотри. Вот и про надежду. Двухцветная. Да, про надежду, бивочка. Подвеска в меру жёсткая, на пустой машине. И не слишком мягкая, а нагружённый. Отлично справляется с неровностями. Вот, что мы там только что обсудили. Дорога с мест водителя видна почти до самого бампера. Капота ведь, считай, это и нет. А вот обзорность назад неважная. Ну, это нормально на минивэнах. Шума меньше, чем в Ниве. И всё же полноприводная трансмиссия с подвозьей раздаткой не даёт о себе забыть. Зато благодаря такой схеме минивэн уверенный едет по любой дороге. Сухой, мокрый, заснеженный или обледенелый. И даже по просёлку. Смотрите, не забудь, что бамперы хрупки и расположены невысоко. Вот вы мне объясните. Вот вы мне объясните. В общем, получился интересный автомобиль. Да, понятно. Вот вы мне объясните. Тут карбуреатор. Карбуреатор. А тут уже инжектор. А тут инжектор. А один будет. Вы что, не могли? Нет, причём 1,7 инжектор явно интереснее, чем 1,8 карбуреатор. Что-то там смысл. Я что-то вообще не знаю. А всё же, как они кстати пишут. Один и тот же год. Готовьте ваши денежки. Максим Павлович, готовьте денежки. Вы кроши раннего хотите. А кто писал? Игорь Твердунов. Я не знал. Шутка наброшается. Сами додумайте. Первым из родных моторов новой Нивы будет. Стой, стой, сейчас. У кого ездит за рулём 98-й год, номер 6, присылайте. Вот об этой машине журнал уже писал. О! Первым из родных моторов новой Нивы будет 1,7. С впрыском? С впрыском? Да. Проходит в плане более мощный двухлитровый собрат. В перспективе 1,8-литровый турбодизель. А вот чего не будет на 23-й, так это карбюратора. До впрысковой моторы могут сочетаться только на первых партиях машины. Почему на надежде карбуреатор? Нет, они пишут. А вот не будет карбюратора. Но он будет на первых партиях. Ну, то есть, его не будет, но он будет. Его определить. Сам решит. Не, как круто сделать. Смотри, какая шумка там какая-то блестящая. Ладно, так как обычно. Они сразу придумывают семейство. 21-23. У тебя и 21-23, 23-23, 27-23. Мы сейчас перелеснём. Фургон там. Не знаю. Конечно. Масса 1390-1350. Вот они опять же, они взяли мотор, который был в тонне, и такие, ну, ещё полтонну накинем, а вось поработает. Ну, блин, странно. Вот у нас всё, что мы смотрим всегда, Москвич, Волга, всё. Проблема с этими моторами. У них всё упиралось всю дорогу в какие-то моторы. Хотя у вас вроде как есть контракты. То с Опелем, то с Шевроле. Один мотор локализуйте у себя. Соберите один раз. Два литра какой-нибудь. Пусть 130 хотя бы лошадей. Не 70, а 130. Смотри, диаметр выпускных клапанов и выпускных разный. Ну, это нормально. Это везде разный. 21-231. А, нифига. 3-4-31. Это 1,7. Это 1,8. Вот два литра мотора, который, ну, мотор, стирический мотор в вакууме. Подожди, 99 лошадей, 152 момента. Вот ради вот этих 20 моментов. Есть смысл изобретания? Такой, ради 17 лошадей нужно было объем еще увеличить на 300 кубиков. Мотор новый изобретатель. С новыми клапанами новый ГБЦ делает, да? Почему клапаны-то одинаковые? Не, ну, с 1,7. А, с 1,7, да. То есть, у тебя новый клапан, новый ГБЦ, новый коленвал, новый блок. Коленвал-то другой, как 1,8 коленвал, только блок еще больше. Чтобы получить 17 лошадей, то есть, почитаешь форумы, драйвы, YouTube, там у чуваков этот. С утра проснулся как-то не так. Так, запрашиваю, запрашиваю, у меня плюс 50 сил, как у нас раньше на дрифте было. Сколько сил? 500. Через 2 дня сколько сил? 550. А эти моторы новые собираешься, чтобы 13 сил получить. Ну, что, ну, тут я не знаю, мы это все знаем. Ну, да, в принципе, это было 25 лет назад. Прикольно выглядит, прикольный дизайн. А тот момент, ну, дизайн. Да, салоны в них были потом классные. А сейчас будет белый салон. Вот эта решетка, вот они типа, что они планировали? Они планировали какой-то новый стиль автовазы? Стиль, да, ну, круто же. Ну, типа, не, ну, они планировали какой-то новый стиль автовазы, да. Ну, да, но потом почему-то вместе сделали. Ну, понятно, имею в виду, что они думали, наверное, мы сейчас делаем вот это. Это какая-то отсылка на что, на джип, на кран-чероке. Потом они такие... Сложно. То есть, они, видимо, хотели это перенести потом и в другие семейства, раз они тут задали какой-то тренд. Ну, тут они опять... Мне фонари вот эти всегда прикалывали, вот именно ранние, они забавные. Потом, как будто бы, они их начали портить. Ну, да, вот тут светлый салон. Да, да, да. Сложено сиденье целиком, по часам можно увидеть объем. Это не особо большого багажника. Ну, это, да, ну... Ну, блин, вообще прикольный пикап. Ну, на самом деле, шеролинивру все. Вот, смотри, где эти, блин, эти, как-то, коворотники. Ну, капот свой. Капот свой. И решетка своя. Да. И решетка своя, и морда, и другие фары, и вообще все. Дальнейшее развитие новой Нивы. Написано. Да, бампер свой. Вот смысл. Смысл менять капот. Ну, да, смысл от этого фургона. Ранние отпрыски. Напомню, 21-я Нива появилась в 77-м году, и более 15 лет выпускалась без изменений. Да и все семейство Нив состояло тогда из одной Нивы. В последние годы автомобиль-ветеран перетерпел изменения, получилась 213-я Нива. Тогда появились другие модификации. Дизельный двигатель, впрыск топлива, длинно-базный и пикап. Ну, то есть... Но проблема одна. Они поменяли кузов, поменяли что-то мотор. Они не могут раздатку прикрутить в коробке. Хотя... Здесь уже прикручено. Ну, здесь нормально. В 213-е-то нет. А, здесь расходно. Ну, я про это говорю. И в Шарлениеве-то тоже не прикручено. Тоже отдельно висит. Ну, отдельно. Не на моторе. Ну, да. На стабилизаторе. Ты про передний редуктор. Я про передний. А, раздатка. Ну, я про что говорю. То есть, они изначально в 75-м году, когда сделали машину, они сделали раздатку в корпусе. Потом разделили. А, ты читал книгу. Да, да. Первое. Короче, как. Они когда ее сделали, то они сказали, что эта фигня будет вибрировать, прикручиваем ее к корпусу. Они изготовили заднюю крышку со шпильком. Да, да, да. И вот так прикрутили к ней раздатку. Они все обкаточные, все испытания были вот на этой ниве. Потом они такие, запускаем в производство. Кто-то из директоров пришел и сказал, нафиг, надо откручивать раздатку нафиг. Тогда все инженеры сказали, и Прусов, про которого все говорят, хотя там он далеко, по-моему, был не единственный, не главный. И он сказал, что это все будет вибрировать, греметь, это все плохо. Конечно, это вижу понятно. И вот они не могут, сколько лет, 77-й год, уже 24-й, сколько, 50 лет практически, они не могут прикрутить раздатку к двигателю. То есть, вы можете, ой, к коробке. То есть, вы меняете кузов, вы меняете мотор, вы меняете салон, вы меняете капот радио-модели, но раздатку прикрутить к коробке вы не можете. Хотя, чтобы это сделать, нужно поменять одну крышку и добавить один крепеж. То есть, у тебя убираются подушки коробки, прикручивается раздатка, и тут прикручивается. То есть, там она изначально сделана, у нее карданы же на одной, на одном уровне, а задние выходят уже по другому. Поэтому на всех них задний кардан вот таким углом стоит. У тебя раздатка как бы сбоку. Хотя даже про, мы-то читали с тобой АЗЛК, да и все, кто делали там это, они называют этот раздатка расположена с торца коробки передач. То есть, получается, она прямая, ну как-то. А здесь надо было кардан, ну я не понимаю, хотя никто не мешал, потому что, ладно, они в раздатку уже вмешивались в Шевролиниве, у нее же уже один рычаг, у нее уже переделан, у нее получается как будто шесть, ну типа у тебя нейтралка, ну понял. То есть, они это переделали, залезли в раздатку, ну прикрутите вы ее, треугай, межалка. Они там не сильно залезли, они там просто сделали вот эту, типа, кулису, которая там на две этих, по-моему, что-то такое там, да. Но я имею в виду, что в целом-то залезли. Просто в одну сторону у тебя один как бы рычаг, другую в другую, ну как-то так. Ну в целом-то залезли. Ну в целом, да. Ну что, круто. Ну что, задались дачники, охотники, владельцы старых Нив. Не сегодня, так завтра купите Нивы. Ну, пацаны, мы-то знаем, что-то. Не, ну круто. Ну ничего же не вышло. Не, она вышла, у вас даже вроде одна такая есть. Ну, не, я имею в виду такие, я про пикап, этих-то много, по-моему, даже было. Они, по-моему, года два их еще, ой, может год выпускали, Они есть, и на Авито они есть. Прям 21-23 именно оригинал. Они прикольные, у них и этот был прикольный, и салоны были забавные, цветные, и материалы там были интереснее. Даже сравнивая Chevrolet Niva там 23-го года, да-да-да, то есть, самая первая, которая была там какого-то года? Четвёртого. У неё вообще материалы были другие, у неё приборка была своя, у неё была десяточная приборка там с синими шкалами. Потом обычная, то есть, как бы, на ухудшение всё. И сейчас ты возьмёшься в новую Niva, вот там материалы такие, что у тебя панель отличается по цвету вот от этой вставки в панель. Ну, это же как это. Демпинга не будет. Blazer, Elast GM. Чё-то тут это, это Proton какой-то. А чё это? Страшный. Proton Satria Mitsubishi Colt. Понятно. Нафиг, скучно. Mazda, Demio. Это прикольный, кстати, кузоводчик забавный. Такой микро хэтчбека минивэн. Панжерик, панжерик. О, самый мой любимый. О, наши любимые. Какие децибелы. Восьмёршные выхлопы. Да, посмотрите. Шорт офигенный. И полный выпуск, как мы ставили выхлоп на Niva. Вот они тут что-то пишут. Ну, посмотрите, выпуск, который мы сняли. Вот там вот то, что нужно. Вот реалии, как они производят выхлопы. Этих производителей. Швеция, Санкт-Петербург, Тольятти. Название дайте. Кого? Тот, как назывался название? Кого? Выхлоп, который на Niva я бы приключился. Да чёрт его знает. Как он? Протон, не протон. Как он так назывался? Глушитель. Глушитель. 250 рублей. Эх ты. Финляндия. На КМЗ. И польский. Ну, тут что у них и сборные солянки, видишь? У них резонатор ВАЗ. А, они меряют децибелы. Да, они меряют децибелы. Но, но, не факт, что каждый из них идеально подойдёт. И не факт, что они померили тот, который ты потом купишь, он будет таким, как они померили. А он будет другим. Не, ну может тогда ещё плюс-минус. Блин, я не знаю, где тут был пост. Ты видишь, сейчас люди эти стали выхлопы реставрировать. Они раскрывают банку, меняют внутри трубку насверленную, которая и заваривают назад банку. Я посмотрел и думаю, а зачем? Серьёзно? Я не знаю. Ну, вон. Про амфибию очень интересная статья. Ну, кстати, АвтоВАЗ тоже изобретал крутую амфибию. Они её делали, делали, делали. Газ, УАЗ. ПУ какой-то. Швимваген. Швимваген. Ну, это мы знаем, что. Наверное. Вольцваген Зея Гольф. Зея Гольф. Вот он. Проект река. Это, короче, Нива. Но у неё там прикольно всё сделано. У вас ягуар. У них в чём была проблема? Нет, вот эти самые крутые синие птицы. Самые крутые. У них вот эти были прикольные, они же делали, делали, но это потом свернули. А сколько же они их сделали, интересно? Ой, я не знаю. Там мало. Там они, когда опытные эти делали все, у них, короче, была проблема. То у них, короче, редуктор воды напьётся, то привода воды напьётся. Редуктор же должен дышать. Да, да, да. Ну, там, короче, они делали ему там систему. Ну, туда наверх. Да, 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 да. Короче, она, на самом деле, была крутая, она была очень проходимая. Там было прикольно сделано с кузовом. Короче, есть… Блин, а смотри какие номера ещё древние. Да, да. Ну, там есть, короче, книга. Почитайте книгу про… Он назывался что-то типа «Главный инженер автоваза» или как так, там 4 или 3 серии. И там, короче, вот про эту всю тему, как они это делали, как они выиграли этот тендер, так скажем, чтобы это всё делать. Как они её там испытывали, что у них там то тонуло, то не тонуло. Там очень круто. Очень круто, но там очень много нюансов. То есть, пацаны сказали, щас сделаем, потом начали делать, такие… Ах, ё-моё, не сделаем. П-6000. Запаска была в «Авто 39». Да. Где-то ещё такую, кстати, я видел запаску P-6000. Недавно я видел вот колесо P-6000. Такое старое. Седьмой стиль я купил, один диск, который в гараже, там тоже, по-моему, P-6000. Вот. Потому что там ещё этот шрифт старый. Да, да, да. Новый. Модный такой. Тут чё-то у нас капельный щитовод. Престиж измеряют в метрах. Берегите ваши подушки. Ну, это подушки. Берегите прям ваши подушки. Возьмёзд девятый год. Никакого подушки не было. Вот как думаешь, про чё эта статья? Мегаматик против FPS. Мозги. Автоматическое сцепление. На аку. Для тех, кто подумывает, не заказать ли себе автомобиль с FPS или мегаматиком… Слушай, название… Да. Был, короче, 914 Porsche на роботе. И он назывался «Спортматик». У него такая ручка… Отметим, два общих недостатка. Обеих систем. Начинать движение можно только после прогрева двигателя, когда он устойчиво заработает на малых оборотах. Ну, он там всё. Он же карбюратор, плюс два котла. Полвосьмого его называют. Мотор? Да. Оба алгоритма предполагают спокойный стиль вождения с постепенным прибавлением газа после превращения. Короче, это не издает дрочек. Спортсмены должны будут смириться с необходимостью перегазовок. О, это мы любим. Некоторые потери темпа и не сильными рывками после перечения передачи вверх. Блин. Не знаю зачем, не знаю для чего. Ну, слушай, вот они пишут… Для инвалидов, я так понимаю, это делали. Ну, я не знаю. Ну, подожди. Они вот пишут всю эту тему, но это же то… Блин, невозможно этим пользоваться. То есть, они это сделают и пользоваться невозможно, по сути. Ладно. Вообще невозможно. Это же опасно. Ну, еще я… Ты никуда не встал на горочке, у тебя там сцепление горит. А то у тебя там одна нога, грубо говоря. Ладно. Проблема еще в другом. Что вот они все пишут, все косяки. Эти все косяки присущи и первым автовазам на роботе, которые выходили уже в современности. Там тоже самое. Да, но там не надо было прогревать машину. Ну, у тебя тут… Прогрепишь карбюратор, наверное, а там тоже инжек. Там что? Пофигу. Тут тягачи. Массы прикольно выглядели. Вот я вспоминаю игру дальнобойщики. Масс, блин, выглядел прикольно. У него дизайн какой-то забавно. Ну, то, что вот опять. 50 лет они из Донутушка эту кабину делали. Ооо. Гильдосики. Ооо. Легенду сложили в Граце. Я не знаю, о чем… Придумать в машине название всегда непросто. Однако… С этой, однако, не мудрили, пометив лишь буквы «Г». Подожди, это «Притеч» АМГ. Почему? Почему АМГ? Это уже АМГ. Почему? Просто «Гильдваген». Нет, просто «Гильдваген». 296 сил. Ну, обычный мотор там. 119 или какой он там, V8, да. Г500, что обычно, 300 сил. Ну, нормально, обычно. Это самый крутой кузов, очень сейчас ценится. И они же потом были… Ну, они же глюющие вот эти кузовы. Да все там нормально. Они потом были «Г55» АМГ, вот, которые все любят. Ну, видишь, еще до АМГшной эры. Просто… АМГ, блин, просто мощные гелики. АМГ не делали. Был. АМГ в 96-м году, по-моему, вышла уже первая официальная машина Mercedes-AMG. В 98-м, может быть. А до этого, ну, АМГ было отелье. Поэтому, в принципе… Ну, вот, 463-й кузов, да. Вот те моторы V632. Здесь 15 сил. У них дизель, там где-то 80 лошадей есть. 177, наверное, здесь не было. 8,5 литров. Дизель развал 80. А, ну, это вот эти старые мерсовские атмодизели. ОМ. ОМ 616. Mercedes G-класса, элитная продукция. Jeep Grand Cherokee. Они на автовозе. Массовое фото. Чего? Ладно. Прочтешь. Chevrolet Monte Carlo. Ну, вот, к сожалению… Все какие-то… Ну, вот эти крутые. Круто-круто-круто-круто. Это что это? Ну, вот они потеряли этот свой дизайн, конечно. Что с… Что с Impala. Что с Mustang. Что с Мустангами, что со всеми, да. Alteza. Alteza тут прошло время… 99-й год уже. Ну, она крутая. Она очень современная выглядела. Ну, с… Lexus базовой версии с кондиционером, аудиосистемой, электростеклоподъемниками стоит в Европе 29 тысяч долларов, что безусловно делает его сильным конкурентом BMW. Ну, только у тебя, опять же, по моторам выбора-то мало. Ну, да. По мощностям. 155. 2 литра. Это G-шка, G-шка. Нет, это говно полное. Ну, это G-шка, как везде. Крутой мотор 200… 201 или 210, он считается 3S, который… И потом, по-моему, в Lexus был GZ, поправьте меня, по-моему, был GZ в Lexus. Вольтезе может не было. 360 мбабай. Дождь, Neon. Как я грущу по тем временам, когда она на Авито, блин, стоила 3 миллиона, когда ее можно было купить… Да, меньше она стоила. Да, меньше даже стоила. И когда можно было купить, и сейчас просто машина недосягаемая стала. 292… Крутой мотор, 3.6, V8. Очень все круто. На Мейхах много до сих пор есть версий, очень дорого. Ну, там и робот крутой. Там, в принципе… Ну, это F1, который робот крутой, все ругали. Он, в принципе, работал, как на Оке, но там просто в ручном режиме щелкаешь, и все хорошо. Ну, тут про жопорожцы. Да, про жопорожцы. «Дон Инвест» стоит на своем. «Дон Инвест» же потом закрылся, закрыли там. Ну, и никогда не понимал. Урал, Урал. И говорят, это Урал-Волк. Так что это Урал-Волк. Все. Посмотрели, запомнили, запомнили. А какую соберут в Пакистане? Ну, тут собирают. Зачем? Наши машины свои в Казахстане. Давай, что-то тут какая-то новостная сводка. Она уже не актуальна. Тут лампочки H4, да? Я не знаю. H4? Да. Сейчас спросим читателей. Как вы реагируете на ослепление встречным транспортом? Действительно. Сразу перехожу на дальний свет. Нигая фарм, прошу причастновления. Не пытаюсь вразумить встречного. Вразумить. Вразумить. Входит и не выходит. Гидроприбор. Есть вольт-ампер. О, зарядки. Заряжай. Банку в Москву. Эх ты. Дама сдавала в гараж. В багаж. Маятники эти. Редукторы. Бинокли. Это называется бинокль. Ты понял? Это что такое? Рулевая колонка. Так. А, ну у них все. Тридцать пятый валик, бинокль, хрюндель, хрюндель, свинтик, шмунтик. Ой, это тут круто. У вас поросенок есть? Да, это вообще круто. Вот зачем это было менять? Мне кто-нибудь объяснит когда-нибудь. Нет. Что менять? Копеечный пятый? Ну, одна машина. Зачем менять? Ну, знаешь, на пятерке... Это не у Нивовских, что же длинный был? Ты знаешь, на пятерке свои цилиндры тормозных этих механизмов задней барабаны? Нет. Пятерки свои. А зачем? Пятерки свои. А зачем? Ну, вот, я менял. Ну, свои. Вот, ты объясни. Мост тот же, машина та же. Цилиндры свои. Ну, зачем? Вот это зачем, мол, менять? Что вот? У вас не устраивала копеечная колонка, которая сейчас все богатыря, что она не отваливается хотя бы? Ну, это бред. Это что? Ну, смотри, тут, знаешь, какие эти данные? Ну, я понимаю. Ты где-то такие данные найдешь? Это в рублях. Нет. Это вот размеры, смотри. Это рубль. Это цены. Как цены? Это цены. Ну, рубль напиздил ты. Маятники. Московский сверху, Владимирский внизу. На подшипниках. Джигули. А какой? Московский. А мне Владимирский надо, так что ли? На подшипниках, да. Рулевые наконечники слева направо, внутренние Джигули. Они еще и разные. Первый раз вижу. Внутренние и наружные. Нивы. Ой, боже мой. На хрен. То, о чем мы всегда говорим про запчасти АвтоВАЗа, вот это вот оно. Что нужно. Это вот. У вас какой? У меня такой. У меня сякой. А у меня польский. Да, да, да. А у тебя какой редуктор? А у меня польский. А у тебя вал короткий, длинный? Давай. Ну, тут прицепы. Ну, очень вкусно. Все для автомобиля. Тонар, телевесы, трейлер, колодки. Под Егорьев. Ой, не надо. Тут они это. Подделки. Тут как смотреть. Из фирмы ЕЗАТИ, то ЕГАГМЫ. Короче, этого не существует уже. Опять Горьковская. Филикс ГТП. Тут всякие колоночки. Пионер. Динамиксы. Фуэл инжекчер. Клинер. Клинер карбуляторный. Sony. САП красивый. Как прослыть оригиналом. САП 900. В России получил оригинальный известный. С 79-го года. Нифига себе. Слушай, а это что за статья? А, вторые руки. Вторые руки. А, просто бушка. Короче, они же были заряжены. Они же были турбо. Они же были турбо, по-моему. Да, да. Смотри. Магмус. Крутой видос. Вот смотри. Турбо. Турбо, турбо. Вот так вот. Смотри и всё. Каджет. Не, ну тут одна только. А две каджетроники. Тут LG троники. Элеичи какой-то. Вижу эти какой-то свой. Элеичи. А сколько ЛСС у них? Цены на запасные части в долларах США. Пружина задняя 10.30. Познакомствую с Швецией и Норвегией 28. Оригинальные в Москве. Алё. Слушай. БУО разборка 10.30 долларов. Пружина передняя. Познакомствую с Швецией 50. Оригинальные в Москве. 100. 96. Нормально. Просто. Цены в долларах США. 2200 долларов. Не, ну он выглядит как бы старый. Не знаю. В 90-м году брать такой СААП. Ну, как бы если у нас есть. В целом. Там, блин. Как мы знаем историю. Сейчас круто. Прикольно. Такая аутентичность. Ну, ты понимаешь же всё? Я да. Ну, что ты понимаешь? Ничего. Ну, скажи главное. Ну, как что? Где брать запчасти? Да ладно. Запчасти по офиске. Главное. Задний. Кто тебе сказал? Что задний мотор? Развытое стекло. Хрустящий правый шрус. Подтекающий карбюратор. Передний привод. Да не было их заднеприводных. А чё ж мотор стоит правильно? Ну, ты видишь какой сверх спереди. Ну, у тебя привода как у Audi выходят. Ты чё ещё заднеприводные? Да не было их задних никогда. Привод на передние колёса. Ну, что ты мне, а? А чё ж мотор правильно стоит? Ну, в Audi тоже правильно стоит. Только радиатор в фаре. Он переднеприводный. Всё. Да ёма, я думал он заднеприводный. Они ж до 90 какого-то были все заднеприводные. Да не было никогда. Сабов всю жизнь не было заднеприводных. Может быть когда-то, когда самолёт спустили в первых 1955 году. Может и было. Вроде это целый разворот. Ну, Рено же. А, Олег. Олег Рено. Олег Рено. Есть жанр Рено, это Олег Рено. Нет, тут много про спорта. Ну, да. Тут круто вообще. Вот это мне фоточка прям понравилась. Субарян первый. Крутой. Офигенно. Ходил. Номера крутые. Смотри какой тюнинг-то ушли. Надо же так подсопаться. Зачем? Камел. Самец. Это 36-я. ДТМ. В ЛОМ-классе линия 2000. Немецкие машины. Немецкие машины. Прикольные. Гонки прикольные. Да тут столько гонок. Тут вообще вон... Давай, подожди. Давай сейчас что-то абстрагируемся. Ну, ведь прикольно же что? Что? Пытались свои машины в гонках везде. Всего десятки, двенашки гоночные. Но они долго выпускают. Они долго. Сейчас где всё? Они же Vestor. Они же Vestor выпустят для гонок. Что за моторы Vestor гоночные? Понять не имею. Потом они её это... Ну, меньше же в целом сейчас всё. Ну, наверное, да. Я не знаю. Я не знаю. Смотри, на восьмёрке европейская кривая. Они выехали с Москвы. Доехали до Италии. Где тут? Венеция, Австрия. Пришов какой-то. Словакия. Свитник. Брест. Смоленск. Румыния. И приехали. Короче, они ехали три недели. Мне кайф. Я бы гонял. Опять канунников гонял. Нет, круто, круто. Я бы гонял вообще. За ваши деньги куда-то. Но в те года на ранние восьмёрки сесть катнуть. Ну да. Это приятно. Она ещё плюс-минус актуальная даже там. Актуальная. Плюс она целая. Плюс там прикольный мотор. По тем временам не забываем. У него прикольное управление. По тем временам не забываем. Потому что треугольные рычаги. Ну там не треугольные рычаги. Мы понимаем. Вот. Что в принципе очень и очень заманчиво. А если сполят Фиату. Ух ты. Фиат как бы. Фиат как бы. Фиат 124. 500. 500С. Да. Круто. Брян, а как он круто здесь? Вы как приземист. Да, да, да. И наши все. Да что ж такое. Ну не знаю. Всё у них вечно. Возить что-то нужно. Ну да. Что это? Коля режет машину. Ха-ха-ха. Коля все машины так режет. А, вот этот я сюда смотрел. Как? Чё там? Куда? А это вообще непонятно. Там даже вон дядя полицейский. О! Узнаил на УАЗ железную крышу. Аааа! Вопросы? Нет, подожди. Это ГИБДД что-то интересные. А, ну вот Игорь Крышный не является наверным агрегатом. Узнаил кого? Железную крышу? Да. Ему потребовали справку и счёт. Ну вот, ей отвечают, что всё это не закончилось. Не, ну ты такой, поехал, тебя остановили, ты БДН, потом прошла неделя, месяц, вышел в журнал, ты поехал к Менуку и говорит, вот. Вот так что-то? Да, да, да. Наверное, интернет же не есть. Есть же дотошные люди. На, хотя интернет был, наверное. Ну вообще. А 600-ый там был. Где журнете... Мотовский пел. Как они... Автоваз спрашивает. Гаспар. Вот это интересно. Да, да, да. Ну они потом закрыли это всё. Жена, муж. Жена, муж. Нива. Колёса. Эх ты. Колёсные. Не у Васи. А, они у сбросили что ли? Ну а чё нет? Это ж не УАЗ. Не УАЗ не убить. Ёмаё. От мотора до колёс. Блин, смотри, как у них журналов тут всяких. Да, у них колёса и шины. Вот, вот, смотри. Как ремонтировать, чё, куда. Соболь новый, смотри. Хоть раз видели Соболь новый? Угу. Смотри, руль какой. Нет, прикольно. 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 Смотри, пробег 1000. Нет, эта решётка у них была забавной. Ну да. Мекси. Какие-то. Мекси не интересны. Тут это Тойота. Пулемётная Тойота. Игорян. Игорян, зайди в кадр. Игорян, зайди в кадр. Игорян, зайди, зайди в кадр. Зачем? Да иди прям в двух очках. Ну-ка. Что? Ууу. Это Тигран. Тигран? А это тоже Тигран? Да, Тигран. А вот это уже не Тигран. Может постоянно угорает, что Тигран этот. Белый Тойоте большой катается. Я тебя понял. Только пулемёта не хватает. Шелухеликс. Недавно в паршовском чате чуваки спорили насчёт шелухеликса, что его уже там что-то это. Вот тогда как бы да. Смотри. Какая реклама. Не забываем. Мы вернулись к истокам. Опять 99-й год. Реклама десятки. Всё кто? Красиво выглядит же. Ну, для 99-го года. Красивые колёсики. Ровненько. Вся старая. Линия. Всё. Молодцы прям. Что у вас в коробочке? Ой. У нас в коробочке вылетающих передач. 2101. А там почему ломаться-то? О. Пружина фиксатора штока светлая. Старого образца B. Повышенные упругости тёмные. Завинственное из Самары. Так, всё. Ребята, сами почитайте это. Надо же кому тут было этой фигней заняться, да? Ой. Натяжители. Не тяни. Натяжители. Не тяни. Ну, а чё? Вот, ладно. Вот они написали эту статью. Да, что-то надо. Вот они написали эту статью. Ты идёшь и спокупаешься новую машину. У тебя там гидронатяжитель, который гремит цепь. На новой машине гремит цепь. И все ставят эту фигню допотопную, которой уже 50 лет. И все с ней ездят. У всех всё хорошо. Размеры какие-то. Втулочек. Впрыск. Впрыск. А, смотри, не задирайте ладу. Это ж мода была. Задрать жопу, антистатик повесить. Да, ну мы обсуждали с экспертом Владимиром тогда. Он сказал, что это всё эзотерика. Ну ладно. У вас заценено 0,9 между закрытым капотом и блоком реле. Уплотнитель. А, доработай машину сам. А, советы бывалых. Блин. Так это автовазу надо было отсылать и всё. Всё это они делали. По советам бывало. При А4 замене сцепления в Москвиче 2140 с пробегом 250 тысяч километров. Блин, не знал, что они столько ходят. Самое неудобное право. Лучшие советы прошлых лет. Мешок из сетки, надетый на дверь, задерживает комару в приопущенном стекле. А вы знали? А вы знали, что если сетку на стекло на том, то комары не будут холостать? Вау. Да. Круто. Вообще прикольная фотка. Справный конь не подвижен. Справный? Почему не исправный? Почему справный? Чтобы буква С была первая. А, это сейчас целая статья, что мы будем делать. Ремонт того. Волга, Газ, Форд, Транзит, Самопал. Типа. Посмотри в реалии. Держи девятый год. За рулём. Редакция. Все это. Машины. Смотри, снятие дверной карты. Стекло боковой двери и механизм. Хоть тут всё доступно. Чистенькое, красивенькое. Ну оно всё же новое. Берегите пальцы. Двигатель Жигулей. Поршневой палец запрессован в верхнюю головку шатуна. Приспособление удобной древоустановки, описывает Андрей Изабелин. Чтобы выпрессивать палец. Тебе это не нужно. Размеры вон, все хочешь, точи. Двухрядный Жигули. Чего? Подшипник. Вечная проблема. Стеклоочиститель ваш. Не знаю, почему у всех проблем есть с подшипниками. Почему у тебя нет этой проблемы на Ниве ни разу? Не знаю. Я не знаю, почему на Ниве сколько? Шесть лет. А чё у тебя? Чё тут проблем случилось? Чё в Паршах нет проблем? Не знаю. Те же подшипники, ё-моё. Чё у этих всё проблемы? Пускогубцы. Подшипники не идти. Круто. Ё-моё. Бедная Игуана. Это не Игуана. Это этот. Лига... Да. Кресло ручной работы. Терпеть этот механизм не любит. В Парши вот эта шляпа вообще ненавижу. Этот регулировок кто это придумал? Зачем? Влага, масло, отделитель грузовиков. Ну вот да, вот как поэт. Давай, давай дальше. Ух ты. Фиат типу. Пам-пам-пам. Я даже сейчас не могу представить, как выглядит схема. Фиат типу? Оборудование Фиат типу. Ну красиво. Он прикольный, да. Он забавно. Но мне помню, что я его хоть раз вообще видел. Ну где-то я видел по-любому. Бронируем в Вектру. Расположение реле. Я думаю. Зачем? Такая. Такая машина популярная, да? Задей подвеской. реактивные тяги. Вот это хрен открутишь, хрен открутишь, хрен открутишь, хрен снимешь. Вот, вот, крутишь. Болгарку. Чё они пока... Таким ключиком мы сей, чё там, дома сей кран откручиваем, таким ключиком. Каждый год болгарка и новые болги. В этом году дни ещё не... Ну, я боюсь, просто мне не хочется лезть. Я жду, может там чём-нибудь само отвалится? Ну, классические процедуры. Ford Transit. Minyaем подвесные подшипники карданов. Чтобы не нарушить балансировку, метим и взаимное положение деталей. А, кстати, круто. Ты это не делал? Я не по-моему, чтобы разбирал кардон. Я лично не разбирал. Старье берем. Цены за рулем. Санкт-Петербург стал перевалочным пунктом, где перегонщиков набили зарубежные. Блин, там в 90-е годы столько пригоняли машин. По 2 миллиона. Давай вот так вот, наверное. А тут вазы. Тут уральский регион, центрально-черноземский регион. Дожди. Это что? Это новые. Toyota, Proton, цены. Новые. То есть, САП есть, BMW нет? Mercedes есть. Mercedes, давай посмотрим. А что, какой? S540-й. На, ну, 110-й. 100 тысяч. Ну, понятно. 3,2, 10-й. Очень много. Ну, это фирматик, извините. Нормально. Визитки. Ну, бихилы. Раньше вырезали на... Не знаю. Так, что тут у нас? Да все это, тут это, тут все. Вот я, кстати, помню, почему-то эту картинку. Помню, откуда она, я всегда ее помнил. Зачем-то. А-а-а, все. Давай, долицу. Все, да. 2,10-й. Мангус. Что, ну, кстати, гораздо лучше чем. Мари, Егор какой. Гораздо лучше чем автамин. Ну, да, много информации, все полезно. Есть, что пообсудить. Есть, что поугарать. Есть, что поугарать. Болтики, гаечки, автоВАЗ. Короче, вот такой был выпуск прикольный. Да, такой журнальный. Опять мы копнули историю, 99-й год. Давай много что пообсирать можно в журнале. Много полезной информации в журнале. Не то, что автомир этот, в котором ничего нет. Автомир вообще, конечно, просто. И у нас, кстати, блин, смотрите, какие жирные они были. Да, но они до 10-го года эти такие были. Прямо тут просто. Ну, это вот, я не знаю, заанонсим, да, что будет? Нет, давай заанонсим. Знаете, что? Нет, у меня почему-то скопилось раз, два, три, четыре, пять журналов 2006-го года. А что ты, камеры-то нет. Камеры-то нет. А, тут смотри, кстати. Кстати, Q7, Q7, X5, X5. Туда покажи. Смотрите, тут, короче, два поколения X5 сравниваются с одним поколением Q7. Не, ну тут, наверное, рест какой-нибудь. Ну, Volvo XC90, она, по-моему, выпускалась лет 12. Да, она вообще по-барабалу. Поэтому, вот, наверное, в скором времени про X5 обсудим. Да, мы обсудим X5, потом Макс, короче, купит X5. И мы прокатимся на X5. Да, и мы, короче, обсудим тут, чё как, тут, чё как. Вот это мы загнули. Потом он купит, и мы просто прокатимся, лям подписчиков, и тебе купим X5, а мне купим X5. Да, но это будет, когда будет много подписчиков, конечно. Ну, я не знаю, да. Короче, подписывайтесь на канал, на Телеграм. Да. Там много всяких штук приколюх. Вышли фотки, скоро будет мерч. Покупайте, кайфуйте. Вот. Всем пока. Всё, пока, погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok